так всем привет здравствуй мне попросили выложить способ фарма и вот я его укладывал так для начала самое главное условие чтобы у вас локации то есть в мире ловсом загрузилась первая локация дом мору и от нее если вам повезет будет большая канализация убежища и земледельцы и остальные и так главное чтобы было локация дом мору не трон или как он там называется я честно забыл когда фейлин и фейлин главные боссы нам нужна ткачиха именно ткачиха а теперь двигаемся к месту фарма оп ну туда вот здесь будет будут предметы красная бочка уничтожаем и проходим также расправляемся со всеми противниками которые тут будут мы также этим способом будем фармить не только лом а также и пыль а также прокачаем что то есть город на и а и и и и и и и и Наконец-то. Сбавляемся от последних противников, чтобы они нам не устарались. И вот оно, место фарма. Вам нужно выбрать оружие, которое наносит урон стихиями. Кроме Энигмы, к сожалению. Даже уронный пистолет не подходит. Видите, ноль. Для этого подходит также беспощадность с босса-разорителем. У меня тоже видео есть на канале. Также туманность выбивается в Неруди с мирового босса Талрата. Также еще подойдет адский огонь из мира корня. Наша задача просто взлетать. А что это у вас, кстати, патрон? А также самое главное в бою, если много предметов возьмете, у вас может вылететь игра. Также я предлагаю снизить все настройки графики. Даже можете уменьшить свое разрешение. Это вам поможет. В общем, сколько вы напармите, зависит еще от того, какая сборка у вашего ПК. Как вы видите, у меня игра залагала. 29 фп. Это все из-за эффектов. И всех настройок графики, которые у вас выстроены. Если у вас будет что-то на высоком, уверяю вас, игра у вас вылетит. Тем больше предметов подбираем, тем больше фпс у нас. И все из-за эффектов. В общем, так подбираем до бесконечности. Насколько у вас хватит терпения и времени. Итак, подобрали все, что выбили. Теперь, для того, чтобы получить лом, нажимаем правую кнопку мыши и нажимаем Е, чтобы снять кольцо. Так вы получаете 250 лома. Если хотите фармиться быстрее, делайте это с друзьями. Каждый из них будет снимать кольцо. Это 850 единиц лома. Может, еще на стороне? Опять же говорю, это зависит от того, какая у вас система. Когда игра падает до одного фпс, игра может вылететь. Видите? Я больше не могу поднять. Будь осторожны, иначе игра зависнет вот так вот. Также можете посмотреть, что такой способ очень сильно напрягает оперативную память. У меня сейчас занято 25 гигабайт. Теперь, как нафармились, отправляем в мир лоусом. Вам нужно пройти эти локации. Чтобы не ему отправила вас в охотничьи угодья ткачихи. В общем, выполнить сюжетный квест этого мира. И мы идем к паутине, которая находится в лечебнице Терзаний. Да, у вас будет лагать. И начинаем. Мы получаем и пыль реликвий, и сами улучшения для реликвий. Если вам нужен лом, так же? Снимаем колечки по 250 лома за одну руку. Этот способ можно фармить бесконечно. Все зависит лишь от вашего желания и времени. Ну или, конечно, пока вы не перезагрузите режим включения. А возможно, у вас и в сюжетной кампании получилась такая локация. И тогда вам очень повезло. Но я настройки графики не убавлял. Я лишь хочу показать, что бывает, если пренебрегать моими советами. И не советую с этими руками бегать по миру, так как режим приключения не переносит квестовые предметы сюжетного кампания и в другие режимы приключений. То есть, если вы нафармились, думаете, что сейчас перезагрузите приключения, перезапустите приключения и пойдете куда-то в другое место, у вас все ваши квестовые предметы пропадут. То есть, вот эти квестовые предметы сейчас, они у нас привязаны к режиму приключения, который мы создали, который я специально для вас реролил, чтобы показать этот способ. Я не знаю, с какого раза выйдет это у вас, и очень надеюсь, что вам повезет. Кстати, вы можете заметить, что больше улучшений для реликвий я не получаю. Вот я сейчас на своем уровне, общий уровень класса застрял на 74. Максимальный 80. И только на 80 вы будете получать крутые плюшки. А так я застрял на царском уровне. По мне так, так вы можете быстрее фармить пыль. То есть, за один раз у меня вышло где-то порядка сколько? Ну, тысячи четыре, наверное. В общем, зависит все от вашего компьютера. Получаем где-то за одну руку 5 пыли. 75. Но этот способ все равно быстрее, чем с каждого снимать кольцо. Опять же, если вы играете с друзьями, втроем, то у вас так будет очень быстро. Вы будете быстро снимать кольцо. Ну и так, шанс вылететь тоже будет быстрее. Зато вам не надо будет переносить все эти предметы. А также можете прокачать плюшки для реликвий. Вот такой способ фарма. Надеюсь, я вам помог. Пользуйтесь, пока есть время. Ну, а кому способ не нравится, кто хочет все сделать честно, тогда не пользуйтесь. Что ж, всем пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok